Да, мы вчера вернулись с Тресдиаса. Вчера прибрахмала Тресдиас. И вот Пашка полгода не был в Болгарии. Павел полувилый на година не был в Болгарии. И мы вернулись в Болгарию. Прибрахмала себя в Болгарии. И надо было где-то поужинать. И трябваше до вечерями някоды. Что у нас почти не было дома неделю. В Кыште не бяхме до осельницы. Продуктов там же не особо. Не амахме храна в Кыште. И думаем, поедем, поужинаем. И мыслим, что утидем до вечерями. И куда мы пошли? И когда утидем мы в Китайский ресторан. Пашка так недавно не ел Китайскую еду. И мы посмеяли, что действительно у нас весело. И вот мы вернулись домой. Я сел готовиться к проповеди. Мне Бог в течение недели давал. Там откровения. И я уснул где-то в полчетвертого. Ну что? Проснулся где-то в 8-8.30. Забудился в 8 часа. Такой бодрячком. Да я много бодр. А день служащего на трейсе начинается в 5 утра и заканчивается в 2 часа ночи. А день на трейсде я на какой-то служи започивал в 5, а свыршивал в 2. И я тут проснулся бодрячком. Я забудил таков бодр. И говорю, Аня, походу я окареялся. И я сказах на супругата си, че я вече ставам куреец. Но это так, остатки силы. Я вернусь после этого, буду спать. Обаче това со остатки на силе, теми сигурно следва пак ще спя. И вот на этом трейсде я служил первый раз в роли администратора. И мы были координаторами и связующим звеном между всеми отделами. Ещё определённая особенность служения в качестве денисминатора. Это то, что у тебя постоянные голоса в голове. Ну, у нас просто рация в вас с наушником. Поэтому ты одним ухом слышишь, что происходит там в зале или в отеле. А другим ухом слышишь, как все другие переговариваются. И это было довольно-таки забавно. Но это настолько крутое служение было, что я смог посмотреть, как работают все отделы. Я увидел, насколько очень важно быть в теле Христа. И, собственно, сегодняшняя моя проповедь называется «Будь в теле Христа». И давайте откроем первое место. Это первое Коринфянам. Двенадцатая глава. Двенадцатая глава. С двенадцатого по двадцать седьмой стих. От дванадцати до двадцать седьмой стих. Ибо как тело одно, но имеет многие члены и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или элины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены в каждой составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «Ты мне не надобна» или «Так же голова ногам, вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тем более приполагаемы по печенью. И неблагообразные наши боли благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог сразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член с ним, радуются все члены. И вы, тело Христово, опорознь члены. Аминь. И было видно, как каждый из служителей причастяет себя к телу Христа. И выполняет свою роль очень чётко, без ропота. И много точно исполняла свою роль, без ропота. И вот тогда начиналось движение тела. И тогава започваше движението на тело. И Дух Святой изливался на каждого. И Святия Дух се изливал на всеки един. Не только на участников. Не само на участниците. Но и на служителей и даже на персонал. Но и на служителей и персонала в хотела. Это был первый турецкий трездиез. Потому что хотят выходить на Турцию, служить на Турции. И знаете, было видно, как действительно то, что происходит, касается персонала. Им было интересно. И даже вот первый, да, в первый день, под конец, мы смотрим, там два парня из столовой. Такие смотрят, что в зале происходит. И их быстро, заходите, заходите, заходите. И им казаха, влезайте. Они стали ненароком участниками этого трездиеза. И случайно станаха участниците на трездиеза. И слава Богу, что было очень много тех, кто говорит на турецком. Поскольку им сразу представили переводчика на турецком. И они сидели около двух часов, слушали тему. И знаете, потом все шли там в другой зал. И эти ребята шли вместе со всеми. И в другом зале, где была молитва, они сидели вместе со всеми. И когда все шли уже к себе в комнаты. Ребята шли тоже в комнаты. А потом такие, ой, а мы в другом крыле же живем. И знаете, а потом это настолько было видно, как коснулось ребят. Я верю, что семя было посеяно. Что они уже, когда нас видели. Они встречали нас с улыбкой. Что-то смотрели. И было видно, как действительно Бог действует. И я там общался со многими людьми. И все они были разных возрастов. От молодых до более взрослых. Из разных стран были. С Америки, с Южной Кореи. Израиля, Германии, Болгарии, Турции, Туркменистана, Узбекистана. Израиля, Германия, Турция, Узбекистан, Туркменистан. Все были разного достатка. И сички собелись с различным достатком. Но все настолько были в теле Христа. Но всички-то толку вобьяхавов в тяуту на Христос. Что становились равными. Чебяха равни. Никто не говорил, о, мне не нравится тут еда, все, я ухожу. Никто не сказал, что я с нехаресом храната заминалом си. Хотя, если честно сказать, еда была так себе. Но, честно говоря, храната не бейше особенно вкусна. Никто не говорил, о, я не досыпаю, не, 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 я посплю, вы там делаете, что хотите. Никто не сказал, что я с не доспивом, что вы уйти до доспе, вы проведете какого-то сискате. Нет, в 6 утра все были на утренней молитве. В 6 утра все были на утренней молитве. И не было никакого ропота, сопротивления, что, о, мне это не нравится, я пойду делать то, что мне нравится. Хотя соблазны были. Там хамам был. Море рядом. Бассейн с подогревом. Макдональдс не так далеко. Но нет, люди служили другим людям. И все отдавали себя полностью. И, знаете, и было видно, как Бог восполняет все необходимые нужды. Несмотря на то, что мы спали по 2-3 часа, у всех были силы. Несмотря на то, что толком не было времени поесть, все наедались. И несмотря даже на языковой барьер. Потому что в Турции проблема, конечно, с английским языком. Из всего персонала отеля. Английский знал только администратор. И одна из уборщиц была из Туркменистана, и она знала русский. Поэтому, когда другой персонал нам подходил, говорит что-то на турецком, мы им, естественно, отъезжали либо на русском, либо на английском. Но Бог так усмотрел, что мы как-то разбирались. И, знаете, даже вот есть один пример. Вот мы были с Абичкой. И приходилось, ну, меняться с Аней, кто будет с ней сидеть. Но, к счастью, вот я был в отделе администрации. Нам не нужно там ничего носить, передвигать, просто очень много ходить. Поэтому я был с ней в основном. И вот такая ситуация была рядом с залами, где проходили конференции. Фитнес-зал был отелевский. И там приходили, ну, тренироваться люди. И они включали на телевизору и в колонках музыку очень громко. Хотя много лет назад человечество придумало наушники. Но тут люди не хотели ими пользоваться и слушали музыку. И зачастую музыка мешала в зале, ну, по крайней мере, тем, кто сидели близко к двери. И так получается, что в один момент в зале был только один мужчина. И он выключил музыку, но включил в себе турецкий стендап. И очень громко. И я с Абичкой на руках. Пошел, ну, договориться, чтобы, ну, сделали потише. И я зашел, увидел, что мужчина, ну, уже явно в таком возрасте, когда английский, ну, маловероятно знает. И чтобы избежать вот этого момента, объяснять ему на английском, он не на турецком, мы все равно друг друга не поймем. И да избег на този момент да говоря на английский, защото няма да ме разбере. Я взял пульт и выключил звук. Аз просто взех пулта и включил звука. Но я ставил ему картинку. Но аз му ставих картинка. Так что теоретически по губам он мог читать. Теоретично по устните би могил да чете. И он был очень возмущен. Той бил много возмущен. Естественно, он подошел высказать мне эти возмущения. Той дойде при мен да ми каже нещо. Но слава Богу, Бог не дал почти два метра роста. Слава Богу, Бог ми даде такъв рост, почти два метра. И сто килограмм веса. И сто килограмма. То люди, когда идут ругаться, вначале хотят поговорить. И хората, когато утиват да се карат, началото говоря с мен. И он мне там начинает объяснять на турецком что-то. И хората започват да ми объясняват нещо на турски. Я ему объясняю на английском. Аз му объяснявам на английском. А рядом стоит один мой колега администратор кореец и все это слушает. И един колега кореец администратор стои до мен и слуша. И я ему показываю, что у нас там конференция. Что очень громко. Он мне на турецком говорит, что я пришел тренироваться. И я говорю, тренируйтесь. Но без музыки. Тем более без стендапа. И он меня не понимает, я его не понимаю. И в этот момент вот Бог так сделал. Что на сцену вышла Абичка. Она получается была, я поскольку ее укладывал уже спать, она была повернута лицом ко мне. И она в этот момент поворачивается. Вот так. И глядовав учит ему. И рука вот так. И он такой понял, понял, все и тренировался в тишине. А рядом коллега администратор, который стоял. Подходит и спрашивает, что он сказал. Я говорю, я не понял, но мы договорились. И Бог действительно все усматривал. Потому что когда Аня была в прославлении. Абичка была со мной, и я там с ней выполнял определенную работу. Но когда у меня были такие дела, с которыми Абичка не мог делать. Я оставлял ее Ане. Но бывали моменты, когда мы оба были заняты. Поэтому с Абичкой сидела Наталья, бабушка. Но был момент, что я поехал в Стамбул. Закупать продукты. Ане надо было быть в прославлении. А Наталья имела свою работу. Поэтому Абичка полтора часа сидела с туркинями-уборщицами. И день часа и полвина Абия была с Турцией женит какой-то почистоват. И они посидели вообще замечательно. И ты много добре прикарахал время с ней. Абичка у них им разговаривала что-то. Абия им рассказывала нечто. Не плакала. Не плакала. Смягчила их сердца. Те сердца на тези туркинице были размекнуты. Возможно, в наше отсутствие она им что-то на турецком говорила. Возможно, в наше отсутствие те говорили нечто на турске. Потому что вечером на проповеди уже были они. И там была женщина из Туркменистана. Она знает русский. И молодая жена из Туркменистана. Те знают русский. И она своей коллеге турчанке переводила. И вот так Бог усматривал каждому из служителей. И Бог така всичко предвидил за всякие служители. И Бог, я уверен, отдал ответы каждому, кто приехал туда с каким-то вопросом. Че Бог дал отговори на всякий, който имал некакви вопросы. Жалко Эдди нету. Жалко, че Эдди нету. Кто би свидетельствовал. Но многие знают, что Эдди получил откровение ехать служить в Сирию. Много от вас знают, че Эдди получил откровение до Лутида, да служил в Сирию. И он искал выходы. И той тарсил некакви возможности за това служение. И вот приехав на Трес-Диас, он познакомился с людьми из Ирака, которые служат в Ираке. И у них в Ираке есть академия, которая готовит миссионеров в Сирию. И в Ираке есть академия, которая подготовит служителей за Сирию. И он говорит, это даже больше, чем я просил у Бога. Потому что он туда уже пойдет худо-бедно подготовленный. Как минимум теоретически. И знаете, было видно, как действительно все работают как одно тело. И не было перебоев. Все работали как действительно один полноценный организм. И было вот это вот движение. Поскольку когда вы входите в тело Христа, всегда есть движение. Поскольку Христос никогда не останавливается. Он всегда и везде. И знаете, я это понял, когда мы начали молодежку. Пастор Андрей начал молодежку проводить. И началось движение. Приходили все новые и новые люди. И это движение продолжалось. И сейчас вот это все выливается в свои плоды. Вот в марте месяц водное крещение приняла Даша, Илюха и Леха. През март месяц Даша, Илья и Алексей приели водное крещение. Сейчас на трезвие, помимо Оли, еще и Уля приняла водное крещение. И знаете, вот мы когда говорили с ребятами из Израиля, из Южной Кореи. И вот они видели наши результаты. Они удивлялись, что в такой маленькой церкви такой большой движ. И я говорил, что это потому, что у нас действительно все в движении. Все входят в это тело Христа. И никто не филонит. Потому что не получается у нас филонить. Вот что происходит с телом, которое много принимает пищи, но очень мало или вообще не двигается. Оно начинает набирать вес. Ему становится тяжелее ходить. Стало ему путешку до вырви. Начинаются проблемы со здоровьем. А потом приходит кирдык. Так же и в жизни христианина. Когда много употребляет вот этой духовной пищи, когато приема много духовной храна, но вот это никому не раздает. Обаче на никого не раздава тази храна. Потом приходит такая духовная смерть христианина. Такая идва духовна смерть на христианина. Потому что он перестает приносить плода. За чтото спира, да донося плодове. А Исус говорил, идите и научите все народы христианина в имя Мое. Исус е казал да утидете и да научите всичките народи, христианина в Неговото име. Да. Это хорошо, когда вы по 2-3 часа молитесь, читаете Библию, уделяете время Богу. Добре, когда 2-3 часа удаляете на молитва, читаете Библия и послештаваете това время на Бог. Это нужно и это правильно. Тоа и нужно и е правилно. Но проблема начинается тогда, когда нету вот этого движения. Но проблемите започват тогава, когда няма движения. Когда есть вот этот стопор выйти из этой зоны комфорта. Когато има някаква барьера да излежеш извън зоната на комфорт. И тогда человек начинается считать себя высоко духовным. Тогава человек започва да смята себе си като высоко духовен. И единственное, что в определенный момент он говорит другим людям, верующим или неверующим, когато он приходит к ним с какой-то проблемой, это я помолюсь за тебя. Аз ще се помоля за теб. Тебе надо помолиться. Трябва да се помолиш. Бог любит тебя. Бог те обича. Иисус умер за тебя. Иисус е умрял за теб. А возможно в этот момент вот эти слова человеку как собаки здрасте. Обаче, може би тези думи за човека, тези думи, като говориш нещо на куче все, но те не ги разбират. Ему нужны какие-то действия. Може би сега са нужны някакви действия за този човек. Нещо, което може да му помогне. И вот через эти дела он увидит Божью любов. И чрез тези действия тогава ще види Божията любов. Поскольку особено в нашето време сега, очень много людей очень красиво говорят. Много хора говорят добре и красиво. Но при этом, какие у них дела? Обаче, какви дела имате? Если слова не подкреплены делом, ако думите не се подтверждават с действия, то тело умирает. Тогава тялото умира. А когато се намирате в тялото на Христос, ваша связь, так сказать, с мозгом, с Богом, она очень хороша. Тя е добра. И она приводит вас в движение. И тя ви кара да се движите. В деление. В размножение. Да се размножавате. И есть жизнь. И има живот. Вот что происходит с клеткой человека, когда она перестаёт получать связь от мозга и перестаёт делиться? Какво се случва с клеткой на човек, когато спира да получава, когато няма връзка с мозг? Тя умира. И убивает клетки вокруг себя. И убива клетките около себе си. И либо её вырезают. И тогава тази клетка я изрезват. Либо она там существует, просто болтается. Или тя просто существует там. Так же и в нашей жизни. Если мы не причисляем себя к телу Христа, нету вот этого движения, то мы можем и весь день читать и молиться. Но люди вокруг, которые ещё не познали Бога, для них вот эта высокодуховность будет словно как убийство другой клетки. Потому что они будут видеть это. Такие, о, не, 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 не. И тебе казват, о, не. Я туда не ногой. Аз няма да отъвам там. И когда действительно горящие люди, горящие христиане в движении будут пытаться человеку донести любовь Божью, Слово Божье. Но когда хората са горящи в Христос ищи се опитат да донесат тази любов на неверващи хора, то человек уже имеет горький опыт. Ему будет очень трудно это всё донести. И знаете, вот на этом трездеся была произнесена очень классная фраза. Что вы хотите? Какова ваша цель? Вы хотите кем-то быть? Или что-то иметь? И это действительно, я тогда получил настолько большое откровение, что я действительно задумался. Я проанализировал последние годы своей жизни. И действительно, первые три года своей христианской жизни у меня была цель что-то иметь. Имах цел да имам нечто. Когда в жизни пришли действительно трудности и проблемы, я понял, что я что-то делаю не так. И когда в живота ми са появили трудности, проблемы и разбрах, че правя нечто не как то треба. Я действительно поставил себе цель кем-то быть. Тогава поставил за цел да быда някой. Поначалу быть помощником пастора Андрея в молодежке. Начало да быда помощник на пастора Андрея в молодежкото Сибиране. Быдь хорошим мужем и семьянином. Да быда добър муж и супруг. Да быда добър младежки пастор. Быть хорошим служителем. Да быда добър служител. И я вижу, как на вот это быть Бог дает мне многое иметь. Бог давам и да имам. И казалось бы в такое измерение у нас не сильно большая команда. Вот молодежи, допустим. Че младежкини екип не е толкова голям. Но каждый из нас посвящен Богу. Е посвятен на Бога. И вот мы проводим молодежный лагерь. Провеждаме младежки лагерь. И люди, которые приходят из больших церквей. И хората, които идват от големите церкви. Они поражаются и восхищаются тем, как все получилось. Те се учудват как всичко се получава. Мы приехали на Трес Диас. Отидохме на Трес Диас. И люди продолжают поражаться всеми людьми из нашей церкви. Потому что люди хотят быть, а не иметь. И тут очень важно быть честным перед самим собой. Да, мы можем показывать перед другими людьми насколько мы много служим, рассказывать об этом. Или насколько мы хорошо знаем Библию, насколько мы много молимся. Но важно быть честным действительно перед самим собой. Давайте откроем Евангелие от Матвея. 23 глава, 23 стих. 23 глава, 23 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшие в законе суд, милость, веру, сие надлеженно делать и того не оставлять. И знаете, вот мне понравилось в Евангелии от Матвея. Евангелие от Матвей. Очень хорошо, вот когда о лицемерах Иисус говорит еще люди как гробы окрашены. Из-за лицемерности там Иисус сказал, как это было единственное гробовое. И мне настолько эта фраза всегда веселила. И та же фраза, то есть израз много и забавлял. И ее очень вот можно действительно заменить слово лицемеры как гробы окрашены. И вот ты, допустим, скажешь человеку не будь лицемером. И человек может вот так взъерепениться. Ты че, я? Нет, это ты. А вот сказать человеку не будь гробом окрашенным. Фраза сразу приобретает вот какой-то окрас. Сразу у человека такой в голове щелчок? И может задуматься. Это всегда фраза меня веселила. И действительно очень большая проблема, особенно вот в жизни христианина, которая не дает ему полностью войти в это тело Христа. Это притворство. лицемерие. Которое действительно не дает полностью насладиться жизнью в Боге. Вот я не так давно начал служить в тюрьме. И я вот понял, почему мне там очень нравится и меня тянет туда. хотя я раньше считал, что у меня не получится там, потому что я никогда не сидел. вопреки я не не получи служить там, за что не бях в затворе. Но мне там нравится, потому что люди там очень открытые, искренни. им им нет смысл притворяться и строить из себя кого-то. Если человек не знает, не понимает, он это говорит. Если человеку интересно, он это показывает. Знаете, вот мы с Эдди были прошлый четверг там, проводили служение. И под конец служения пришел парень, который говорит, что я, он тоже агностик, он не отрицает существование Бога, но и не признает, он ищет доказательства. И он говорит, что я прихожу на вот эти собрания, потому что вижу, что то, что вы говорите, вы действительно в это верите. И даже если это может не быть неправдой, но я хочу в это верить. Ну и тогда мы с ним поговорили, что то, что мы верим, если как по его словам это может быть неправдой, то мы ничего не теряем. Мы теряем от того, что мы не пьем, не курим, не употребляем наркотики. Но что мы теряем, если мы не верим, а это все оказывается правдой. Колоссально много вещей. И это действительно заставило его задуматься. И вот эта искренность меня действительно там подкупает. И вот на Трэс Диасе все действительно тоже было видно, насколько люди искренне там. Люди не стесняются говорить о том, что они живут кто-то в нужде, что у кого-то что-то болит. все были смиренными и искренними. В принципе, там не было сил, чтобы еще притворяться. Даже при всем желании. И вот в эти моменты ты понимаешь, что такое быть в теле Христа. И вот Саша говорила, что как получаешь смирение на этом Трэс Диасе, хорошо бы, что это смирение было всегда. И как Саша рассказывает, как получаешь смирение на конференции и скажет, смирение продолжало до этого времени. Если кому-то не хватает смирения, трэс Диасы проходят несколько раз в год в Израиле, несколько раз в год в Южной Корее, в Америке, сейчас Турция будет ежегодно проходить, Казахстан заповедайте, а если кто был на Трэс Диасе, но это исчезает, вы знаете, что в других странах тоже есть Трэс Диас. Так что можно ездить и наполнять это смирение. Можете да путувате там, да идите и да испугате с смирение. И чувствовать себя причастным к телу Христа. И да чувствате себе как част от Христово Тяло. Но если вы не хотите ехать никуда, но чувствовать себя в этом теле Христа. България очень немаленькая страна, я вам скажу. България също не е малка държава. В ней проживают более семи миллионов человек. Русскоговорящих здесь тоже достаточно. Поэтому начинайте движение, а то заплывете жиром. Давайте помолимся. Другой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Боже, за эту возможность, Господь, служить Тебе, быть действительно причастным к Твоему телу. Я молю Тебя, Боже, дай мудрости каждому из нас, дай желание служить каждому из нас, зажги этот огонь в каждом из нас, чтобы каждый из нас был горящим христианином, чтобы огонь нашей веры убирал всякую тьму, чтобы разрушал все силы зла и действительно зажигал этот огонь и в других людях. Я молю Тебя, благослови каждого из нас, на Твои дела дай нам смелости дай нам силы и что самое главное мудрости и желания благословляю каждого во имя Иисуса Христа аминь аминь спасибо большое пастор Роман за это слово аминь